Здравствуйте, я Стив Келли, старший пастор церкви Волна из штата Вирджиния. Благодарю вас за возможность обращаться к вам, где бы вы ни были. Сегодня мы поговорим о воле Божией и о том, какова конкретная воля Божия лично для вашей жизни. Я хочу помочь вам понять, находитесь ли вы в воле Божией. Давайте прямо сейчас перейдем к посланию, вы будете от него в восторге. Сегодня мы собрали все наши кампусы вместе. Я очень люблю такие собрания, я хотел бы поговорить сегодня на одну из моих любимых тем, а звучит она так, как мне понять, что я в Божией боли. Иногда я спрашиваю людей, чем вы хотите заниматься в жизни, и часто их ответы меня расстраивают. Они отвечают, я хочу делать то, чего от меня хочет Бог. Я считаю, что это очень избитый ответ. Если так отвечают новообращенные, то я еще могу это понять. Новообращенным еще можно дать слабину. Поэтому, помню одного такого, он был наркоторговцем, а Бог спас его. Однажды он подошел ко мне и сказал, «Пастор, это была такая классная неделя, вот моя десятина, я продал так много наркотиков». Я ответил, «Слава Богу». Вы думаете, вы что, взяли эти деньги? Конечно, ведь он принес их в Дом Божий. В руках наркоторговца это деньги на наркотики, «В моих руках» — это деньги для Бога. Если бы через пару лет он все еще занимался этим, то нам пришлось бы поговорить. Итак, если новообращенный христианин отвечает, «Я хочу делать то, что хочет Бог». Я это понимаю, но можно отвечать не так обобщенно. Мне это похоже на наивное смирение. Не думаю, что Бог хочет, чтобы мы были не амбициозными. Не думаю, что Бог желает, дабы мы были людьми без видения. Вы должны знать, что Бог создал вас для уникальной цели. Ваши отпечатки пальцев указывают на то, что вы уникальны. А если ваши отпечатки пальцев так уникальны, то это говорит мне о том, что Бог создал вас индивидуальностью. И Он имеет планы и цели для вашей жизни, которые отличаются от планов и целей для моей жизни. «Ну, тогда давайте не будем говорить. Я хочу делать то, что хочет Бог. И все-таки выясним, чем мы хотим заниматься». И у меня есть несколько мыслей, которые помогут вам. Это послание не только для новообращенных. Я живу этим посланием. Итак, откуда мне знать, что я в воле Божьей? Во-первых, я в Его воле, когда мои мысли и образ жизни пытаются соответствовать воле Божьей. Иногда я спрашиваю у людей, где вы хотите быть через пять лет. Но они этого не знают. Если вы новообращенный христианин, то я еще могу это понять. Если вы долго бездельничали в жизни, а теперь пытаетесь все переоценить, я это понимаю. Если вы пережили душевную травму и пытаетесь прийти в себя, я это понимаю. Берите столько времени, сколько нужно, и приводите себя в порядок. Но получив исцеление, не оставайтесь на месте, а возвращайтесь к Божьему призванию для вашей жизни и выполняйте его. Аминь. Я встречал много разных людей. Однажды я познакомился с главой инфекционного отделения в Австралии. Она отдала свою жизнь Христу еще когда была медсестрой, а потом стала главой инфекционного отделения. И в 80-х, когда о ВИЧ-инфекции только стало известным, она очень хотела найти от него лекарства. Я считаю, что это замечательно. Другой мой знакомый хотел стать премьер-министром Австралии, и это прекрасно. Я хочу стать следующим Биллом Гейтсом, к примеру. Я хочу стать тем, кто будет спонсировать Царство Божие. Я хочу оказывать влияние. Я хочу быть врачом. Я уверен, что воля Божия больше фразы. Я хочу делать то, что хочет Бог. Аминь. Иногда лидеры прославления испытывают трудности. Во время прославления они хотят провозглашать то, что говорит им Бог. Когда я веду прославление, я хочу, чтобы все люди в здании испытывали Божью силу и Его прикосновения. Господь, я хочу, чтобы мой дар привлекал людей в Дом Божий, и чтобы здесь они освобождались от демонических сил. Но не знаю, как к этому отнесется Бог. Ну а откуда у вас это желание? От дьявола, что ли? Давайте-ка будем иметь амбиции. Давайте будем иметь видение. Давайте будем иметь цель. У Сына Божьего была цель разрушить дела дьявола. А какая цель у вас? Давайте не будем говорить. Я хочу делать столько то, что хочет от меня Бог. Понятно? А теперь пойдем дальше. Я понимаю, что это произойдет не сразу. У нас в гостях был один проповедник. Он мой хороший друг. Но в этом вопросе его теология немного хромает. Он считает, что даже придя на небо, вы не будете до конца знать, в чем была воля Божья для вас. Я считаю, что воля Божья открывается нам. Когда я только пришел к Богу, знаете, какой была его воля для меня? Во-первых, он хотел, чтобы я нашел церковь. В этом вопросе ничего и по сей день не изменилось. «Тридцать три года спустя я все еще должен быть в церкви». Также воля Божья для меня, новообращенного христианина, была в том, чтобы я не общался со старыми друзьями и не напивался каждую неделю. Но сегодня это уже не проблема, хвала Богу. Наркотики и ночные клубы больше не проблема для меня. Но такой была воля Божья для меня на ранней стадии. Я даже представить не могу, что стану пастором церкви и буду влиять на Соединенные Штаты Америки и на весь мир. Воля Божья открывается постепенно. Сегодня, в 51 год, я знаю больше, чем когда мне было 17. Я даже считаю, что нужно быть очень упрямым, очень решительным и намеренно поступать неправильно, чтобы жить вне воли Божьей. Я думаю, что сложнее оказаться за пределами воли Божьей, чем в ней. Я всегда жил так, будто бы я в воле Божьей. Как мне понять, что я в ней? Некоторые люди говорят, что воля Божья в том, чтобы я не был одинок. Поэтому они выходят из церкви и ищут партнера в ночном клубе. Вы никогда не найдете волю Божью в клубе. Кстати, я не уверен, что вы найдете волю Божью даже в церкви, если вы не посвящены церкви. Если вы не посвящены церкви, а молитесь примерно так. «Боже, дай мне в жены хорошую христианку, которая горит для тебя». Скажите, зачем тогда Богу наказывать ее таким мужем, как вы? Но это же неправильно. Лично я считаю, что это неправильно. Вы слышите? Посреди этого послания я хотел бы поговорить о вас. Воля Божья в том, чтобы вы процветали и были здоровы. Хочу помолиться за вас, чтобы вы получили это откровение. Это не воля Божья, чтобы вы болели и были бедными. В конце этого послания я обязательно помолюсь за вас, поэтому оставайтесь с нами до самого конца. Пусть Бог обильно благословит вас. Зачем Богу наказывать женщину таким мужем, как вы? Я уже говорил об этом. Она прекрасная христианка, а вы посредственны. Библия говорит, не становитесь под одно ермо с неверными. Итак, как мне понять, что я живу в воле Божьей? Это видно по соответствию моих мыслей и моего образа жизни со Словом Божьим. Вы смотрите на того, кто все еще пытается привести свои мысли и свою жизнь в соответствие с волей Божьей. Я не говорю, что уже достиг совершенства, но я готов меняться, когда Бог говорит, «Стив, а вот так думать нельзя. Я пленяю все помышления в послушание Христу. Аминь. Я постоянно слежу за тем, чтобы обновлять свой разум, потому что каковы мысли в душе человека, таков и он. Поток мыслей имеет свой маршрут. И если вы окунетесь в этот поток, то он приведет вас куда-то, но все-таки приведет. Итак, как мне понять, что я живу в воле Божьей? Это видно по моему стремлению привести мои мысли и мой образ жизни в соответствии со Словом Божьим. Это значит ходить в церковь. Это значит иметь работу, а не быть паразитом, который живет за счет чужой веры. Это значит покрывать свои нужды, иметь достаточно, чтобы позаботиться о других. Также убедитесь в том, что ваши хобби соответствуют Божьей мудрости и Его воле. Мои приоритеты и мой образ жизни должны соответствовать Слову Божьему. Если я больше времени трачу на спорт, чем на Дом Божий, то что-то не так. В спорте нет ничего плохого. Я обожаю спорт. Аминь. Я люблю стрелять, ну, не в людей, конечно же, в мишени. Я люблю воду и водные виды спорта. Я люблю рыбачить. Воля Божия в том, чтобы вы рыбачили. Я люблю мотоциклы. Воля Божия в том, чтобы вы ездили на мотоциклах. Халилуя Дэвидсон. Или как там, скорее всего, Харли Дэвидсон. Хотя неплохая идея. Халилуя Дэвидсон. Вот почему парковка для мотоциклов у нас прямо перед церковью, а мотоциклы позади нее. Если у вас мопед, то для вас у нас есть особое место. Воля Божия в том, чтобы мы наслаждались жизнью. Но убедитесь, чтобы все эти вещи не увели вас от воли Божьей. Убедитесь, что они не отвлекают вас от воли Божьей и его плана для вашей жизни. Когда я стал христианином, то начал думать над тем, как привести свою жизнь в соответствие со Словом Божиим. Мне сказали, ходи на домашнюю группу. Я пошел. Найди церковь. Я нашел. Я до сих пор в ней, потому что это воля Божия. Потом у меня появилась возможность стать лидером домашней группы. Потом молодежным лидером. А потом я стал молодежным пастором. У меня не было каких-то выдающихся мыслей. Конкретно о молодежном служении. Но когда вы посвящаете себя Богу, ваши мысли тоже приходят постепенно в порядок. Со временем мои мысли стали яснее. Если вы не знаете, что делать с вашей жизнью, то начните делать, ну, хоть что-то. Может, вы не сразу начнете с того, к чему призвал вас Бог, но нужно же с чего-то начинать. Начните что-то делать, и ваши мысли придут в порядок. Обязательно придут. А куда им деваться? Они ведь в вашей голове. И именно вы можете заставить их двигаться в нужном русле. Течь. По правильному направлению. Некоторые люди говорят мне, как мне следует управлять церковью. Но при этом они ничего не делают в церкви сами. Я отвечаю им, у вас неустоявшиеся мышления. Посвятите свои дела Господу, и ваши мысли придут в порядок. Сейчас, я думаю, масштабнее, чем когда-либо раньше. Итак, чем бы вы ни занимались, пастерством, образованием, медициной или политикой, посвятите свою работу Богу, и ваше мышление станет сфокусированным. Как еще я могу понять, что я в воле Божьей? Скажите. По процветанию. Когда я процветаю, я в воле Божьей. Бог желает, чтобы у вас было добро. На прошлой неделе я был в Сан-Диего и выступал на пастерской конференции. Там был новообращенный христианин, он также очень известный автор песен, он один из лучших в Америке и очень популярен в мире вообще. Он всего четыре месяца, как пришел к Господу. И однажды мы ужинали вместе. Он недавно с Господом, но он пришел из очень интересного мира. Я спросил у него, «Ну, как твои дела?» «Хорошо. А как изменилась ваша жизнь?» «Не знаю, я лишь пытаюсь разобраться». «Научитесь наслаждаться добром». Это очень глубокая мысль. Что вы имеете в виду? Бог принес добро в вашу жизнь. А вы думаете, что когда все узнают вас по-настоящему, то вы им не понравитесь? Поэтому нужно заканчивать с этим, пока все не зашло слишком далеко. О, да, вы правы. Вам некомфортно, потому что раньше вы видели только боль и отчаяние. И сейчас вы думаете, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Он смотрит на меня и говорит, «Да вы читаете мои мысли?» Поймите, что Бог добрый. Он приносит в вашу жизнь хорошие вещи. А вы боитесь, сможете ли вы продолжать так и дальше? Вы не можете, но Бог в вас может. Если Он начал в вас работу, то завершит ее. Поэтому расслабьтесь и наслаждайтесь жизнью. Этому нужно научиться многим христианам. Некоторые люди так привыкли к проблемам, что если проблем нет, то они создают их сами, потому что в проблеме им как-то комфортнее, чем без нее. Научитесь наслаждаться жизнью. Посмотрите, что сказано в третьем послании Иоанна, второй главе. «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Это говорит Библия. Она желает вам преуспевания. Вот что говорит вам Библия». Запомните, это Библия. Некоторые люди думают, вот он снова говорит о деньгах. Да, сюда входят и деньги. Но если преуспевание — это для вас только деньги, пусть так и будет. Но преуспевание — это также здоровье. А еще хороший брак. Хорошие отношения с соседями. Когда вы входите в комнату, люди должны чувствовать, что в комнату вошел свет. Процветание — это присутствие Бога и отсутствие болезни. Отсутствие бедности. Покажите мне страну, которая отвернулась от Бога, «А я покажу вам бедную страну». Божественное присутствие приносит благословение. Библия говорит, «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал». «Ну как мне знать, что я в Божьей воле, по процветанию в моей жизни?» Я не говорю, что не будет противостояния или трудностей, но моя жизнь будет полна Божьего благоволения, а мои уста полны веры и возможностей. «Ну а как мне понять, процветаю я или нет?» Все зависит от того, умею ли я наслаждаться добром, которое есть в моей жизни. Вы должны исповедовать это постоянно во мне добро. Понимаете? Кстати, болезни и бедность — это не воля Божия. Еще я нахожусь в воле Божией, когда стремлюсь расти в Его познании и в познании Его воли. Послание Колоссанам, 1 глава, 9 стих, там сказано, «Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись по знаниям воли Его». Аминь. Скажи кому-нибудь, это слово для тебя. Хвала Богу! «С тех пор, как я услышал о вашей вере, я не перестаю молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись по знаниям воли Его». Чем вы хотите заниматься в жизни? Тем, что хочет Бог. Павел совсем не так молился за Колоссан. Он молился о том, чтобы они наполнились по знаниям Его воли. Затем он говорит, «Во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всём угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Если вы недавно родились свыше, то мы вам очень рады, но, пожалуйста, не оставайтесь в этом положении. Примите решение расти как христианин. Итак, всю неделю я провел в Сан-Диего. Я очень домашний человек. Я люблю быть дома, но, слава Богу, за его чувство юмора. Недавно я получил очередное письмо от United Airlines о том, что у меня снова накопился миллион лётных миль. Иногда, когда у меня спрашивают мой адрес, мне хочется ответить «восьмой ряд, место А». А вот какой у меня адрес. Вчера я приехал домой, а у Алисы был девичник, так что у нас был полный дом девушек. И Алиса попросила меня посидеть с Джейком. Это было первое задание для дедушки, посидеть с внуком, которому семь недель. Я сказал «хорошо, я о нём позабочусь». Я взял Джейка на руки и был просто поражён этим ребёнком. И мне даже удалось уложить его спать. Он уснул, а я начал его фотографировать. А потом я вдруг подумал так, «мне ведь хочется поиграть с ним». Я лишь слегка прикоснулся к нему, а он сразу же проснулся. Его глаза открылись, и он улыбнулся. Я подумал «ура». А потом он начал кричать и плакать. Я отдал его маме, она его покормила, а потом мне снова его вернули. И я подумал. Ну, теперь-то я точно уложу его спать. Должен вам признаться, я обожаю быть дома. Обожаю нянчить своего внука, просто играться, со своими детьми, общаться с ними. Я обожаю проводить время со своим внуком. Не могу дождаться, чтобы увидеть, каким он вырастет. Мне это очень интересно, что он будет делать со своей жизнью. Я хочу, чтобы Бог использовал все, что у меня есть, чтобы добавить ему уверенности. Если я могу сделать что-то, чтобы помочь ему, то я это сделаю. Ради этого ребенка я готов на все. Буквально на все. Я знаю, что буду относиться так ко всем моим внукам. Если вы младенец во Христе, то я в таком же восторге от вас и хочу сделать для вас все. Но, пожалуйста, не оставайтесь в этом состоянии всю свою жизнь. Начинайте расти. Узнавайте, что есть воля Божия для вас, благая, угодная и совершенная. А далее мы посмотрим, что Бог сделает с вашей жизнью. Я не могу дождаться, чтобы это увидеть. Покажу вам стих, который поможет вам понять эту мысль. Первое послание Иоанна, 5 глава, 14 стих. И вот какое дерзновение мы имеем к нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Если мы просим о чем-то по Его воле, Он нас слышит. Когда я слышу, как молятся некоторые христиане, мне хочется закрыть им рот. Не молитесь так. Они молятся так. «Если это твоя воля, то пусть эта церковь растет». А вы что имеете в виду? Бог не хочет, чтобы кто-то погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Мы уже знаем волю Божию о росте церкви. Господь, если это твоя воля, то благослови мой бизнес. Стоп. Божие присутствие приносит благословение. Так почему же вы молитесь, «Если это твоя воля, то благослови меня». «Если это твоя воля, то исцели этого человека». Что за странная молитва? И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, ну тогда давайте выясним Его волю. И если мы молимся по воле Его, то Он нас слышит и отвечает нам. Давайте забудем о словах «Если, возможно, и кто знает». Воля Божья в том, чтобы вы были исцелены, здоровы и благословлены. В Его присутствии полнота радости. Научитесь наслаждаться добром. Научитесь этому. Давайте устремляться к этому. Надеюсь, вам понравилось это послание о воле Божией. В одном стихе сказано, что Бог не желает, чтобы кто-то погиб, но чтобы все пришли к познанию Его. А вы знаете Иисуса лично. Вы христианин? Возможно, вы когда-то принимали Его, но не живете так, как должны. Давайте вместе помолимся. Просто скажите, «Господь Иисус, войди в мою жизнь и прости мне мои грехи. Я принимаю тебя как своего Господа и Спасителя и благодарю тебя за вечную жизнь. Во имя Иисуса. Аминь». Если вы произнесли эту молитву, то я приглашаю вас в Вирджиния Бич, в Церковь Волна. Все детали по адресу, которые вы видите на экране. Если вы придете, то мы подарим вам эту книгу, которую я написал специально для вас. Она называется «Жизнь христианина». Итак, посетите одно из наших собраний, расскажите, что вы видели нас по телевизору, и мы подарим вам эту книгу. Мы будем очень рады, если вы посетите нас. Уверен, вам очень понравится у нас. А сейчас я хочу помолиться о том, чтобы вы знали волю Божию для своей жизни. Это то, о чем я сейчас проповедовал. Хочу, чтобы вы наполнились познанием воли Божией. Господь, я прошу, благослови этих людей. Помоги им разобраться и получить ясность по поводу твоей воли. Помоги им понять, что ты желаешь, чтобы они были успешными и благословленными. Господь, благослови каждого, кто нас смотрит. Во имя Иисуса. Аминь. До встречи. Бог создал вас, чтобы вы влияли на других ради его царства. Ваше предназначение в том, чтобы помогать другим в достижении их мечтаний. Акцент лидерства Стива Келли рассказывает об основных принципах, которым он научился в личной жизни и в служении. Эта книга даст вам 10 критериев, которые помогут вам понять ваш потенциал и вести людей за собой. Вы можете заказать ее онлайн. Редактор субтитров А.Семкин